Сегодня у нас шестое занятие, посвященное Леве Стросу. На прошлом занятии мы говорили о фигуре бриколера и о том, как вообще построено мышление первобытное, если использовать этот образ. Собственно, чтобы этот образ прояснить, Леве Стросс обращается к тому, что в нашей действительности тоже есть похожие фигуры. Ну и в частности, вот еще добавлю такой образ, более распространенный, это водитель автомобиля. Леве Стросс говорит о том, что в менталитете таком первобытном нет ничего мистического. Нельзя сказать, что это какие-то особые способности, которые когда-то были, а теперь исчезли и так далее. Если мы возьмем водителя, что делает водитель? Он мыслит совсем не так, как мыслит человек в обычной ситуации. Он на огромной скорости воспринимает большое количество мельчайших сигналов, вроде того, как там движение руля или там попадает галька под колеса и так далее. И очень оперативно принимает решения в зависимости от очень большого количества разных ситуаций. От участников дорожного движения, дорожных знаков, дорожного покрытия и так далее. И тем не менее, это задача, которая, вот если человеку поставить перед человеком ее, то он скажет, ну это невозможно разрешить. Тем не менее, он ухитряется входить в такое определенное состояние, определенное состояние, которое определяется тем, что, во-первых, это опасность. Это ситуация опасности. И в ситуации опасности мы по-другому реагируем, чем в нейтральной ситуации. Это напряженное внимание по отношению к каким-то конкретным показателям, к каким-то конкретным деталям. И это все становится гораздо более просто объяснить. И в принципе, дикая мысль в природе, она себя ведет именно таким образом. Она не воспринимает что-то, а потом осмысливает. Не сначала наблюдение, а потом интерпретация. А мы, собственно, наблюдая и понимаем тем самым, и тем самым интерпретируем, и тем самым реагируем. Проявление первобытного мышления Леви Стросс видит в системе кланов, в системе соотношения между природными видами, которые носят прерывный характер, и человеческим обществом, которое носит непрерывный характер. Люди одинаковы. Мы можем абстрагировать, мы можем рассматривать личность человека и так далее, и говорить, что люди разные. Отмечать какие-то принципы различия. Но понять, в чем один человек отличается от другого в таком диком состоянии, довольно-таки сложно. И тотемный оператор, это как раз то, что позволяет производить различия. Когда человек деге говорит, я орел, а ты там козел, это переводя на наш язык, всего лишь навсего, значит, что мы разные. То, что не очевидно. Потому что, ну, женщина, вот есть одна женщина и другая, обе сестры двоюродные. Почему? С одной я имею право вступать в брак, с другой нет. Это объяснить сложно. Потому что одна относится к одному клану, другая относится к другому клану. Но вот в этой всей совокупности понятий, он, Левистрос, видит определенные закономерности. Он, рассматривая различных животных, определяет, что одно, например, находится вверху, другое находится внизу. Одно находится в небе, другое находится в земле и так далее. И таким образом мы можем укладывать мышление по различным осям. Есть одна ось, которую удобно изображать в виде горизонтальной. Которая является осью событий. Осью истории. Произошло то-то, потом еще произошло то-то, еще произошло что-то и так далее. Это ось, которая называется осью диахронии. Или, если говорить лингвистически, осью синтагма. Вертикальная ось, это ось диахронии. Извиняюсь, ось синхронии. Ось парадигмы. То есть это там, где нет фактически времени. Ось, которая существует вне времени. И на этой оси располагаются оппозиции. Вверх и низ. Право и лево. И так далее. Это многообразные различия, которые являются максимальным продуктом производства человеческого разума. И этих различий больше, чем объектов, которые наблюдаются в природе. Поэтому эта система обладает продуктивностью. Она может описывать очень многое. Но она не бесконечна. Есть определенные крайности. Вот если мы скажем вверх и низ, то бессмысленно задавать вопрос, а что находится ниже низа. Потому что если что-то будет ниже низа, то низ он уже будет не низ, а вверх. Или там справа и слева. Это предельная ситуация. Но все остальные ситуации, они могут располагаться между этими пределами. Есть медиаторы, причем эти медиаторы, они находятся, некоторые ближе к одному полюсу, некоторые к другому полюсу. И таким образом получается, что постоянно происходит перевод из оси синтагмы в ось парадигмы и наоборот. При этом приоритетом обладает именно ось вертикальная, ось синхроническая. В отличие от нашего общества, наше общество это общество времени стрелы, о котором еще Августин писал. Для нас как раз главная вот эта вот история. Можно сказать, что первобытное мышление отличается от нашего тем, что оно историю уничтожает. Конечно нельзя полностью исключить историю, но они очень стараются. То есть вся эта машина работает на то, чтобы вернуться как бы назад, вот это время сновидений. Время где, время в котором нет собственно говоря никакого времени, в котором происходят какие-то колоссальные космических масштабов события, первоначальные события. Первоначальные даже не в смысле, что они чего-то начинают, а это первые события. Они обладают какой-то полнотой, смыслом. А все остальные, так сказать, ошметки истории, они уничтожаются всяческими способами. Например, потлачь это определенный способ уничтожения. Или там жертвоприношение. Или война. Вот почему воюет. Для того, чтобы избавиться от вот этих вот лишних предметов, которые помешают вот этой вот стройности синхронической. И обращаясь к мифологии, Леви Стросс применяет вот это отличие между синтагмой и парадигмой. Он говорит такую вещь. Мы имеем дело с некоторыми мифами, которые развиваются по горизонтали. Кто-то пошел куда-то, с ним что-то случилось. Потом случилось еще что-то. Какие-то странные, набор странных событий. Как это все понять? Это понять невозможно. Есть разные теории, что здесь что-то отражается. Либо психологические какие-то проблемы у человека. Либо такое странное описание природы и так далее. Но ситуация очень сильно меняется, если мы возьмем такую вещь. Если мы возьмем не один миф, а разные мифы разных племен. И как бы нарисуем целый ряд горизонтальных линий, в которых развиваются эти события. И попытаемся отыскать закономерности. Не горизонтально, а вертикально. Вот что вертикально связывает эти мифы. Причем эти закономерности, они не обязательно должны быть похожими. А как раз наоборот, они могут быть не похожими. Как правило, это инверсии. И тогда получится, что разные мифы укладываются в один ряд. То есть мы можем увидеть вот эти вертикальные сочленения. И эти вертикальные сочленения, они будут разворачиваться в пределах этих оппозиций. То есть если в одном мифе что-то происходит вверху, то в другом мифе будет происходить что-то внизу. Если в одном мифе кто-то убивает кого-то, то в другом мифе он оказывается убитым. И так далее. И если мы будем читать миф по вертикали, а не по горизонтали, то мы внезапно обнаружим, что эта бессмыслица приобретает некий смысл. Что эти закономерности очень строгие. Для того, чтобы это пояснить, Левистрос обращается к нашему европейскому опыту, к мифу об Эдике. Собственно, это не миф даже, а определенный набор литературных источников. Но тем не менее их можно рассматривать, как некая серия мифов. И эти мифы, они, как в них происходят множество разных событий. Но тем не менее, можно сопоставив целый ряд мифов, увидеть, что есть события, которые можно расположить по вертикали. Например, в одном мифе Кадам ищет свою сестру Европу, которая была похищена Зевсом. В другой Эдип женится на своей матери Иокасте. В третий Антигона, нарушая запрет, хоронит своего брата Полинника. То есть, все эти три события, они родственны тем, схожи тем, что здесь речь идет о родственных отношениях. Причем, эти родственные отношения, в чем заключаются? В том, что некий человек пытается приблизить своего родственника ближе, чем это полагается. Эдип женится на матери. Антигона настолько любит своего брата, что вопреки запрету хоронит его. Кадам отправляется за три-девять земель для того, чтобы отыскать свою сестру Европу. Следующей колонкой будут такие события. Спартанцы убивают друг друга в братоубийственной резне. Эдип убивают своего отца Лая. И Этеокол убивают своего брата Полинника. Опять-таки, события, у которых есть определенный единый смысл. В этих событиях опять речь идет о родственниках. Но если в первом случае преувеличивалось значение родственных связей, родственные связи, родственная любовь была слишком сильной, то во втором случае они недооцениваются. Люди относятся к своим родственникам, как к врагам и убивают их. Дальше, следующая колонка, это Кадам убивает дракона. И соответствует ему ситуация. Эдип убивает сфинкса. И в первом и во втором случае некий человек убивает такое страшное существо, которое терроризирует людей. И наконец еще одна колонка. Отец Лая, Лавдак, был хромой. Лай, отец Эдипа, был левша. Эдип, он тоже с искалеченной ногой. То есть люди, у которых проблемы с конечностями. А что это нам дает? Мы можем подумать, а что же собственно, о чем нам повествует не тот или иной миф о цикле об Эдипе, а о чем вообще нам повествует в целом весь Эдиповский цикл. И Левистрос говорит, что фактически здесь идет тайна рождения человека. Откуда берется человек? То, что человек производится от человека, это еще не очень понятно. Человек начинает рассматриваться как существо, которое порождается из земли, от животных, от каких-то чудовищ и так далее. Но эта мысль, она отрицается. Убийство дракона, убийство скифа, это сфинкса, это убийство нашего животного начала, убийство нашего животного происхождения. То есть как бы смысл заключается в том, что человек не животное, человек не произошел из животного. Почему же Лабдак, Лай и Эдип хромают? Это как раз они находятся в этом становлении. Эта хромота, она как бы их лишает двуногости. Они как бы припадают к земле. Как бы имеют какие-то животные черты. И пытаются эти животные черты преодолеть. А вот эти вот две первые таблицы, эти две первые таблицы, одна из которых переоцениваются родственные отношения, другие и недооцениваются. Это попытка установить правильное соотношение. Попытка понять, что если мы будем родственность интерпретировать так, то это приведет к каким-то негативным последствиям. Но если мы будем интерпретировать родственность совершенно в другом ключе, то в таком случае это тоже приведет к негативным последствиям. И таким образом мы наконец обретаем представление о том, а как же человеку рождаться правильно, каково подлинное происхождение человека. Очень часто бывает так, что мифы не только инвертируются в отдельные элементы, но и в целом некоторые мифы рассказываются наоборот. И в них трудно узнать увидеть некое единство. Например, есть такой миф, в котором бабушка склеивает брата и сестру, они пускают в небо стрелу, эта стрела с неба падает, и они ломают эту стрелу и разделяются, и тотчас же вступают в инцестозную связь, а за эту инцестозную связь они наказываются и становятся созвездиями. Есть и другая история, в которой все рассказывается прямо наоборот. То есть сначала инцестозная связь, затем они склеиваются. Одна ли эта история или нет? Дело в том, что эти истории объясняют аналогичное явление, что является свидетельством о том, что это родственные истории. Одно объясняет происхождение созвездий, а другое объясняет происхождение пятен на солнце. То есть и то, и другое про небесные явления, но в одном случае про темный фон, на котором светлые пятна, а на другом про светлый фон, на котором темные пятна. Руководствуясь вот таким подходом, Левистрос пишет самое значительное произведение, самое большое произведение, которое называется «Мифологики» или «Мифологичные», где он берет сотни мифов и показывает, каким образом они друг с другом соединяются и какой общий смысл вырисовывается из всех этих мифов. Но при этом надо сказать, что этот смысл не всегда предстает в виде каких-то положений, каких-то сентенций. Миф он сравнивает скорее с музыкальным произведением. Вернее, можно сказать так, что вот есть музыка, есть речь. Речь имеет смысл, в то время как музыка она не имеет смысл. Левистрос конечно сразу чувствует, что ему может кто-то сказать, есть же конкретная музыка и так далее. Он отвергает, он говорит о том, что конкретной музыки, не вписывается в теорию, конкретной музыки не существует. Это как бы невозможно. Но музыка нам задает какие-то определенные формальные соотношения. А миф представляет из себя нечто среднее между музыкой и словесным искусством. что в общем даже верно в том, что очень часто миф поется. Часто он является музыкальным произведением на самом деле. И именно вот эти музыкальные соотношения это то, при помощи чего человек осмысливает, первопытный человек осмысливает себя и окружающий мир. И в этом произведении очень часто используют Левистрос какие-то понятия из музыкальных теорий пытаются рассматривать те или иные мифы по сопоставлению с европейскими формами. Например, с формой ронда или с формой канона или с формой арии и тому подобное. И вот эти элементы подчиняются определенным законам, которые можно достаточно четко установить. Скажем к примеру, если мы имеем два члена два какие-то персонажа и у этих персонажей есть определенные функции, то в таком случае их можно определенным образом превратить. Скажем один из членов может заменен на противоположный ему а на не а на минус а. Или можно провести инверсию между значением функции и значением аргумента этих двух элементов. Скажем к примеру на материале мифологик это довольно таки-то трудно объяснять, но у Левистроса есть еще другие работы, которые очень ярко это показывают. В частности у него есть такая более поздняя работа, которая называется ревнивая горшечница. Достаточно небольшая работа, где действует, где один такой важный миф, к которому прибавляется еще группа других мифов. Но на материале этого мифа Левистрос очень ярко показывает возможности своего подхода, тем более, что это такая поздняя работа, где Левистрос достигает очень высокого уровня. Это миф племени Хивара о женщине по имени Аоха, у которой два мужа. Один муж солнца, другой луна. Солнце горячее и могущественное насмехается над вторым слабым и холодным. Луна оскорбляется, убегает, взбирается по лиане на небо, дует на солнце и обрезает лиану, по которой жена с корзиной полной глины, пытается добраться. Глина падает на землю и рассыпается. И это та глина, из которой потом горшечники лепят горшки по всему миру. А женщина превращается в птицу, которую называют Аоха. Ее жалобный крик звучит в каждое полнолуние. Вот такой поэтический рассказ, но вместе с тем очень непонятный. И непонятно в первую очередь, каким образом соотносятся отношения между ссорами, вернее, соотносятся с одной стороны супружеская ссора, с другой стороны горшечная глина и птица козадухи. Вот эта птица Ауха, это птица козадухи. То есть у нас есть два персонажа, у нас есть две функции. Во-первых, ревность и во-вторых, гончарство. Как они друг с другом соотносятся. И как у нас соотносятся женщина и птица козадухи. Если применить сюда эту формулу, то окажется, что есть определенные соотношения между этим. Функция ревность козадухи относится к функции горшечницы женщины, так как функция ревность женщины относится к функции инвертированной козадухи горшечницы. Вот верно ли это прочтение. Для того, чтобы это прочтение было верно, нужно найти инвертированного козадоя. То есть нужно найти такую легенду, где тоже ведется повествование и действует ревность, действует гончарная глина и нечто противоположное козадое. И он обнаруживает действительно эту противоположность. Это птица пекарь, которая имеет характеристики противоположные козадою. Козадой ночная птица, пекарь дневная птица. Козадой грустно ухает, грустные как бы звуки производит, рыдающие. А пекарь весело кричит. Козадой зарывается в землю, ну не в землю, в пыли вырывает такую ямку, а пекарь вьет гнезда. И вот дальше он левистрос рассматривает, где еще может быть соотношение гончарства и ревности. И оказывается, что довольно-таки много мифов, в мифах в которых появляются различные новые действующие лица, такие как ленивец, обезьяна-ревун, лягушка. Появляется тема экскрементов, тема летающей головы, которая превращается в луну, тело, которое превращается в метеорит и так далее. Но если задаться вопросом, а какой смысл во всех этих удивительных вещах, то нужно вынести такую мораль. Всякое искусство накладывает форму на материю. Но гончарство это как бы первичное искусство, где этот переход, контакт с материалом является наиболее тесным. И предмет выходит из рук горшечника уже оформленным еще до того, как он помещается на обжих. и поэтому это ну как бы то есть можно сказать, что гончарство это творчество. Это так сказать поэзия. И не зря во многих мифах многих народов Демиург творец сравнивается именно с гончаром. Но наложение формы на материю состоит не только в том, что гончар прилагает ту или иную форму. Он реализуя одну возможность тем самым отклоняет другие возможности. И вот это отклонение других возможностей это то, что является функционально тем, что является ревность в этой сказке. То есть ревность связана с горшечным мастерством, поскольку творец он ревнив. Поэт он испытывает ревность к своему произведению, к миру, еще к чему бы это ни было. И вокруг гончарной техники возникает масса определенных запретов, которые связаны, что это очень тонкая техника, очень деликатная в изготовлении, в обжиге и так далее. Поэтому масса появляется разнообразных запретов, обрядов и так далее, которые можно выразить с общим понятием ревности. Почему женщина именно? Женщина становится наилучшим выразителем данной функции, потому что будучи беременной, она может идентифицироваться с кувшином как по своему внешнему виду, так и по своему действию. И поэтому получается некая серия трансформаций, которые касаются связей содержимого и содержащего, бесформенного и преобразованного, природы и культуры. И все они соединяются в повествованиях, которые относятся к гончарству. И получается некий ряд трансформаций. Во-первых, глина, линия глины, это добывание глины, формовка глины, обжиг и сосуд, то есть содержащие. И есть естественная трансформация пищи, это другой ряд. Пища, то есть нечто содержимое, она подвергается варке, потом она подвергается пищеварению, потом она подвергается выбрасыванию, потом она является экскрементами. Вот, собственно говоря, две линии, на которых располагаются, которыми играет все это огромное количество разных мифов. И каждое из этих явлений в разных мифах с разных сторон рассматривается. Например, ленивец это существо, которое страдает недержанием экскрементов и в мифах описывается, как они вываливаются оттуда, еще там что-то происходит. В то время как обезьяна ревун наоборот страдает от запора. То есть экскременты легко выходят, экскременты нелегко выходят. И так вот по каждому из этих пунктов обыгрываются разные возможности, связанные с варкой, с пищеварением и и тому подобное. вот таким вот образом получается, что мифология это способ осмыслить множество разных явлений, привести их в определенное сопоставление и установить вот те оси, те линии, в которых мы можем смотреть, как соотносятся различные явления, каким образом они переходят друг друга и преобразуются. Помимо того, что существуют мифы, есть также и такое явление, как обряды или ритуалы. Как соотносятся мифы и обряды? Это сложный вопрос, который обсуждался неоднократно и на который давали разные ответы. Есть такая идея, что миф и обряд это в принципе одно и то же. Что в ритуале выражается нечто, что выражается и в мифе. Или они друг друга дополняют. То есть шаман производит некий ритуал и дополняет его мифом. Но Левистрос обращает внимание, что очень трудно найти такой миф и такой ритуал в каком-либо племени, которые бы точно соответствовали друг другу. Это скорее случайность, чем закономерность. Но как раз наоборот можно найти такие случаи, когда есть в каком-то племени миф, а в другом племени то же самое может являться нам в виде ритуала. Скажем, к примеру, в племени Шеренте есть повествование о разорителе птичьих гнезд. О некоем молодом человеке, которого отец, ревнующий к тому, что он изнасиловал свою собственную мать, заставляет залезть на утес, чтобы похитить какие-то ценные вещи из гнезда. А когда молодой человек туда забирается, он шест убирает и молодой человек там зависает на этом утесе, потом с ним разные приключения происходят, его там спасают, либо животное становится зятем этого животного, получает волшебные средства, возвращается в свое племя и тому подобное. Но главное здесь это вот зарезание в целом серии мифов. Некто обязательно залазит на некую вершину, чтобы что-то раздавить. В ритуалах племени Шеренте ничего подобного нет. Однако в соседнем племени Жерент существуют похожие мифы, не мифы, похожие ритуалы, в которых шаман забирается на столб ради того, чтобы войти в контакт с небом и получить от неба какие-то какие-нибудь дары. Например, если нет долга дождя или для того, чтобы каким-то образом коммуницировать солнцем и так далее. Почему миф и ритуал скорее противоположны, едины? С точки зрения Лебестроса это совсем не поддерживающие друг друга практики и не едины, а как раз наоборот это принципиально разные виды человеческой деятельности, поэтому они не могут быть одинаковыми. если заимствуют как какое-то заимствование оно происходит с инверсией, когда вот нечто словесное существует у какого-либо племени, оно заимствуется как в действии в виде некоего ритуала. Почему? Потому что это виды деятельности направленные на решение совершенно разных проблем. Ниф это деятельность человека, которая направлена на разъединение, разделение. Изначально нам мир дан слишком слитно, слишком без разрывов, неразборчиво, хаос перед нами. Наша задача привести его в порядок. Для этого нам нужно его разделить, разъединить на классы какие-то, установить пустоты между этими классами, установить какие-то определенные соотношения между этими классами и так далее. Но штука в том, что таким образом мы получаем разъединенный мир. И в этом разъединенном мире жить тоже страшно. Так же, как в мире чересчур спутанном, чересчур хаотичном. И таким образом перед нами возникает вторая задача, прямо противоположная. Каким образом можно соединить то, что разделено. Причем самое интересное, что у нас вызывает этот страх? Что мы хотим соединить? Мы хотим соединить нашу собственную деятельность. Это реакция не на противоречия в мире, не на какие-то реальные противоречия. Это реакция на нашу же собственную интеллектуальную деятельность, которая заключается в разъединении. Мы сами пугаемся того мира, который мы создали. И начинаем производить некие действия, это именно не слова, а действия, в которых мы как раз совмещаем предметы, которые мы берем различные предметы и показываем определенным образом, что они не различны, а наоборот одни. Что там человек это то же самое, что и животное, если он надевает маску какую-то, исполняет какой-то определенный танец. Предельный ритуал это, конечно, ритуал жертвоприношения. В процессе ритуала жертвоприношения происходит соединение предельных, предельно разделенных вещей мира человеческого и мира божественного. И для того, чтобы мир, и чтобы эти два мира соединить, нам необходимо взять какой-то предмет, особый предмет, который можно поместить между человеческим и божественным. И этот предмет уничтожить необходимо. Почему уничтожить? Потому что, ну, во-первых, потому что этот предмет становится опасным, он загрязняется как бы вот этим, этой божественной энергией. А с другой стороны, потому что уничтожение этого предмета как бы создает вакуум в месте, где его уничтожили. То есть это такая вакуумная бомба. И в этот вакуум втягивается божественная сила. То есть если я своего сына пошел на гору и своего сына зарезал, то Богу ничего другого не остается, как что-то сделать для меня. Как-то проявить какое-то уважение по отношению к этому акту, который я заплатил. То есть у нас также в Махабхарате постоянно описывается как некий подвижник в подвиге в течение там 100 лет или 200 лет совершает и Богу просто ничего другого не остается, как дать этому подвижнику, который заколебал этого Бога то, что он просит. Или как в или любовь, когда вот появляется, когда придумывали в период кузни во Средневековье любовь. Эта любовь отнюдь не является вот этой романтической любовью. Вот наша европейская любовь, которая основана на окситоцине, которая по сути дела является любовью ребенка и родителя. Это химически у нас любовь это в общем-то то же самое, что любовь ребенка и родителя, просто мы ее как бы используем определенным образом, мы нагружаем определенным образом. А для них это в общем-то скорее секс. желание заняться с этой прекрасной сексом, с прекрасной дамой. И вот когда рыцарь служит этой прекрасной даме, он ради нее терпит лишения, он ради нее приносит какие-то определенные жертвы, и в конце концов ей просто ничего другого не остается, чем лечь с этим самым рыцарем на ложе и заняться в конечном итоге с ней любовью. с темой ритуала также связана такая интересная тема игры. Собственно говоря, можно сказать, что игра это связано с ритуалом, что наши ритуалы, наши игры это в какой-то степени ритуалы. И можно сказать, что происходят наши игры от ритуала. Ну, футбол, скажем, такой наиболее яркий пример, футбол придумали в Мезоамерике. где жертвы Богу Солнца происходят. Юноши прекрасные их на вершину искусственного сооружения приводят, вырезают у них сердце, которое Богу отправляется. Рубится голова, эта голова катится по ступенькам вниз, по ступенькам пирамиды, а внизу уже поджидают футбольные команды, которые начинают играть этой самой головой, как окначиком. Это увидели испанцы и позаимствовали замечательную виду. Но в чем отличие между ритуалом и игрой? Дело в том, что ритуал, это, ну, ритуал, можно сказать, что это некая такая особая партия, некая выигрышная партия. Это не любая партия. У нас игра подразумевает, что каждая партия будет не похожа на другую. И в каждой партии есть риск. Можно либо выиграть, либо проиграть. Это, собственно говоря, суть игры. Но если ритуал рассматривать как игру, это игра, в которой важна не победа, а как раз важно равенство очков. Вплоть до того, что не только у них есть какие-то свои игры, но они заимствуют у европейцев игры. В свою очередь вот эти племена заимствуют футбол у европейцев. Но как они играют в футбол? Они сыграли в футбол, одна команда выиграла. Значит, нужно второй тайм объявить, где они опять будут играть, пока не выиграет первая команда. В таком случае уравновесятся очки и будет считаться, что да, игра сделана, игра закончена. Или наоборот, выигрыш или проигрыш предписывается. Пример, который я уже приводил, из племени Бараро, одно из первых племен, которые исследовал лично Лего Стросс, он там говорил о том, что существует некий матч, между, что смерть рассматривается не как естественное что-то, а как диверсия природы по отношению к человеку. И поэтому нужно провести некий матч, который восстанавливает справедливость. Этот матч, он производится между двумя командами, одна из которых является команда живых, другая команда мертвых. Так вот, правило проведения матча гласит, что живые должны обязательно выиграть. Это не может быть, чтобы живые проиграли. А мертвые, раз ты мертвый, значит ты проигрываешь. Игра опять-таки ведется до тех пор, пока вот эта справедливость не восторжествует. Вот это показывает тоже на очень важное отличие между устройствами европейской цивилизации и цивилизацией первобытной. Европейская цивилизация это цивилизация трат, цивилизация эффективности, успеха, конфликта и так далее. Нужно развиваться, нужно достигать что-то, непонятно что, непонятно зачем. Нужно тратить что-то, но чтобы эти траты приносили какую-то определенную прибыль. А устройство общества первобытного это общество гомеостаза. общество в котором главное поддерживать существующую существующий статус квост. Стараться все настраивать таким образом чтобы чтобы вот это вот некий такой порядок в пределе божественный порядок был был исполнялся испокон веков и продолжал исполняться дальше. так ну ладно на этом я завершу повествование давайте вопросы вопросы Продолжение следует...